Новости на Дону. Категория 12+. На пяти участках трасс. В том числе М4 была перекрыта от Новочеркасска до Краснодарского края. Напомню, синоптики сообщают, что очередной снегопад обрушится на Дон в четверг 15 ноября. Гидрометцентр предупреждает, что из-за колебаний температуры от 0 до минус 5 градусов есть опасность гололеда. Неустойчивость погоды сохранится до конца недели. Она обусловлена столкновением северного антициклона с южным циклоном и влиянием атмосферного фронта. К понедельнику антициклон победит и остатки должны прекратиться. А по обилию снега южные регионы уже соперничают с арктическими и передают ТАСС. На Кубани глубина снежного покрова достигает 24 сантиметров, на Дону пока 18 сантиметров. Аналогичная высота сугробов отмечается лишь на севере республики Коми, а в Центральной России такого снега пока нет. По информации источника издания, установившийся на юге температурный режим примерно на 4 градуса ниже обычного для середины ноября значения. Итоги подготовки региона к отопительному сезону и благоустройства территории по программе формирования комфортной городской среды. Такие вопросы обсуждались на расширенном заседании правительства под руководством губернатора, передают корреспонденты телеканала Дон-24. 26 октября отопительный сезон на Дону начался в полном объеме, тепло пришло во все соцучреждения и жилые дома. 18 городов и районов области получили 122 единицы новой коммунальной техники. Сейчас особое внимание на две котельные в Сальском и Орловском районах, а также на потенциально аварийный водовод в Гукове, рассказал глава Донского МинжКХ Андрей Майер. Изношенный участок водопровода, там порядка 10 километров, имеют аварийность, также не застрахована от аварии, держим данный вопрос на особом контроле. По поручению губернатора, все главы районов и городов должны в ближайшее время представить план прохождения отопительного сезона и подготовки к следующему. А сейчас следует уделить внимание уборке снега, подчеркнул Василий Голубев. Уважаемые главы, обращаю Ваше внимание на период вхождения всех территорий в зиму, в том числе на дорогах. Сейчас это внимание должно быть предметом в течение суток неоднократно. Если возникают какие-то проблемы, Ваши заместители, либо Вы должны в эту ситуацию вмешиваться очень быстро. Также на заседании названы победители областного конкурса проектов благоустройства общественных территорий. Поступила 71 заявка, лучшими признаны 36 проектов. 20 из них – это парки, в том числе два в Ростове и два в Таганроге. На реализацию всех проектов потратят 1 миллиард 275 миллионов рублей. Часть расходов берут на себя предприниматели, отметила председатель комитета Заксобрания по образованию, советник губернатора Светлана Мананкина. Совокупно по всем заявкам бизнес готов вложить был в реализацию проектов благоустройства больше 300 миллионов. 6 процентов примерно совокупно со всех заявок. И здесь примечательно, что мотивировать бизнес, договариваться с бизнесом и, видимо, большая социальная ответственность у бизнеса на селе. Всем 36 победителям конкурса губернатор вручил дипломы. Водолечебницу Рынзюна в центре Ростова заливает водой. Часть исторического здания уже потоплена канализационными стоками и кипятком сорванных батарей. Соседи пытаются прекратить потоп. Их квартиры тоже страдают от наводнения в заброшенном здании. Влажность в доме повысилась еще в мае. Затапливать его начало, когда включили центральное отопление. Здание уже осматривала комиссия. Проблему обещали решить в течение двух дней, но с тех пор прошла почти неделя, сообщают корреспонденты телеканала Дон-24. Здание по адресу Социалистическая, 94, находилось в списке исторических памятников, но было признано аварийным. Потом его вернули в реестр, но дом остается проблемным. Его не восстанавливают и даже не охраняют. Если здание не уйдет под воду, то сгорит, считает руководитель регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников Александр Кожин. Дом, с одной стороны, памятник истории и культуры. То есть его просто так, допустим, расселить, снести и на этом месте построить что-то новое нельзя. Его нужно привести в порядок, отреставрировать. На это, как правило, денег нет. И вот здесь беда, которая ожидается, это если будут отселены жильцы, которые над нами находятся, там несколько квартир, через стенку. Единственная защита исторического здания – это его соседи. Они запирают заброшенные помещения и ходят по инстанциям. Сто лет назад в доме располагалась вода и электролечебница известного ростовского лекаря Ильи Рынзюна. После революции до недавнего времени там располагались различные организации, в том числе региональное отделение Союза писателей. На месте строительства Багаевского гидроузла обнаружили останки затонувших судов. По сведениям донских поисковиков, среди них есть фрагменты бронегатера Азовской военной флотилии. Он был подорван и затоплен в июле 42-го. Крупногабаритные фрагменты будут извлекать из воды по специальной технологии. Не исключено, что внутри частей корпуса могут быть взрывоопасные предметы. После того, как суда поднимут, их передадут в Министерство обороны. Возможно, впоследствии находки пополнят коллекцию Музея военной техники. Об этом сообщается на сайте «Росмор Речь флота». 86% абонентов «Теледва» в Ростовской области имеют доступ к 4G. По данным прислужбы компании, за год покрытие сетей третьего и четвертого поколения в регионе практически сравнялось. Благодаря этому на 18% увеличилось число интернет-пользователей. Трафик в сети 4G вырос в три раза. При этом дончане являются более активными пользователями 4G интернета. На них приходится около 40% от общего трафика четырех южных регионов. По словам технического директора макрорегиона «Юктеледва» Олега Савчука, гаджеты с поддержкой LTE также становятся доступнее. Со своей стороны, оператор модернизирует инфраструктуру для того, чтобы абоненты комфортно пользовались услугами даже в моменты пиковых нагрузок. Помимо этого, в компании работают над качеством связи в отдаленных населенных пунктах. В результате, зона покрытия сети 4G с начала года выросла на 8%. Это были новости о ФМН Дону. Телефон редакции 200 ровно 0849. Больше новостей на сайте don24.ru. С вами была Кристина Олешко. И о погоде. Категория 12+. По информации гидрометцентра Ростовской области, в Ростове ночью облачно с прояснениями. Временами небольшой мокрый снег с дождем. На термометре от минус 3 до минус 5 градусов. В Таганроге-Азове также небольшой снег с дождем. На термометре от минус 2 до минус 4. В Зернограде, Сальске и Целине 0, минус 2. В шахтах Волгодонский и Ремонтном от минус 5 до минус 7 градусов. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный и восточный от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы до 18 метров в секунду. И о маленькой погоде. В хуторе Кочеванчик, что в Азовском районе Ростовской области, ночью облачно с прояснениями и без осадков на термометре 0. Ветер восточный 6 метров в секунду.